Новые пластиковые окна в классах. Их поставят уже в этом месяце. Весной 2020 года отремонтируют и утеплят фасад. Такие перемены ждут 51-ю школу в поселке Рубежный. Родительские комитеты учителя написали о своих проблемах письмо главе города. Елена Лапушкина отреагировала моментально. В школу приехала комиссия городского департамента образования. Выводы сделаны однозначные. Школу нужно приводить в порядок. Ремонт должен быть комплексный, подход комплексный. И никогда не должен принимать руководительное учреждение самостоятельное решение. Потому что я считаю, здесь надо услышать все стороны образования участников образовательного процесса. И вот в данном образовательном учреждении мы приехали действительно с родительской общественной, с родительским комитетом, с администрацией школы. Мы обсудили, выявили те проблемы, которые существуют. В школе приведут в порядок системы отопления и канализации, да укомплектуют современным оборудованием столовую. Кроме того, подрядчик должен устранить недочеты, которые допустил при ремонте крыши. А еще у школы нет своего автобуса. Городские власти обещают помочь и в этом случае. Существуют проблемы, их нужно решать. И решение будет. Елена Борисовна уже сказала о том, что выделены средства, будут до нового года поставлены оконные блоки. Два года назад в школе отремонтировали актовые спортивные залы. В этом учебное заведение получит подарочный сертификат на приобретение мультимедийного комплекса, чтобы культурно-массовые и спортивные мероприятия проводились на высшем уровне. Родители не ожидали такого дорогого подарка. Наши потребности, в принципе, были услышаны. Спасибо нам. Надеюсь, будут сделаны фасады, оконные блоки, оборудованные классы. И наши дети будут получать достойное образование в стенах этой школы. Все этапы преображения 51-й школы определены. Городские и областные власти будут строго их контролировать. Сергей Кизоркин, Максим Гусев. События. Городские и областные власти